Соседи тревожно выглядывают из окон. Возле подъезда несколько человек в форме, в руках папки с бумагами. Звонят в домофон. «Добрый день, это судебные исполнители, откройте, пожалуйста». Эта фраза сама по себе может вернуть шок. Она означает одно – пришло время отдавать долги. Платим своевременно, спим спокойно. Каждый скрывающий верит. Никто не узнает о сокрытых налогах, а если и узнает, то ему ничего за это не будет. Однако, всё тайное рано или поздно становится явным. По состоянию на 30 апреля текущего года задолженность по налогам и сборам допустили 2800 жителей города Бобруйска. На общую сумму – 1 миллион 121 тысячи рублей. В том числе и 2600 граждан не уплатили имущественные платежи. На общую сумму – 159 тысяч рублей. Сегодня налоговые органы располагают значительной информацией о самих плательщиках и их деятельности, а также имеют право запрашивать необходимую информацию от других госорганизаций. Стоит напомнить, что за каждый день просрочки начисляются пения. Кроме того, за неуплату налогов, неполную уплату налогов предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. На сегодняшний день инспекция взыскивает задолженность в принудительном порядке путем направления решений о взыскании задолженности в отделы принудительного исполнения либо к источнику выплаты доходов. За 4 месяца 24-го налоговыми органами в отдел принудительного исполнения Бобруйского района и города предъявлено около 1100 документов о взыскании на сумму более 400 тысяч рублей. На сегодня судебными исполнителями исполнено в полном объеме уже 70% от указанного количества. А это значит, что в бюджет государства перечислена сумма 220 тысяч белорусских рублей. Всего к концу апреля на исполнении находится чуть меньше 4,5 тысяч документов о взыскании задолженностей на сумму 2 миллиона 236 тысяч рублей. Необходимо отметить, что в отдел принудительного исполнения поступают исполнительные документы, которые в добровольном порядке должниками не исполняются. И отсюда одним из негативных последствий к должникам применяется взыскание принудительного сбора. А это значит, что должник обязан при поступлении исполнительного документа оплатить принудительный сбор, который составляет 10% от суммы задолженности и не может составлять менее двух базовых величин. День уплаты налогов, сборов и пошлин лучше не проспать. Большинство белорусов совершают платежи регулярно и поэтому знают, что деньги нужно перечислить срок. Иначе крайние меры могут быть суровы. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобрусь, 360.